Всем здравствуйте! У нас сегодня во время прямого эфира возникли технические неполадки со звуком, поэтому эфир будет выложен в записи. Все возникающие вопросы в процессе эфира вы сможете задать в комментариях под этим видео. Итак, тема нашего сегодняшнего эфира «Маяковский на Пресне». В первую очередь мы Владимира Маяковского знаем как поэта. Сам Маяковский говорил о том, что чтобы понимать его стихи, надо знать, почему написано, когда написано и для кого написано. То есть нужно знать по большому счету биографию Маяковского, кто он, что он, о чем он и о времени, в котором он жил. Сегодня мы немножечко поговорим о семье поэта, поговорим о том, как Маяковские вообще попали на Пресню, о некоторых местах на Пресне, связанных с Владимиром Маяковским. Когда я говорю «на Пресне», я имею в виду территорию современной Пресни. Дело в том, что административно-территориальное деление Москвы со временем менялось. И некоторые места на современной Пресне, которые связаны с Маяковским, до революции могли относиться, например, к Арбатской части. Для начала мы с вами поговорим немножечко о детстве Владимира. В одном из своих стихотворений Маяковский писал «Я дедом казак, другим сечевик, а по рождению грузин». Здесь мы на фотографии видим родителей Владимира Константиновича и Александру Алексеевну. Маяковский по отцу вел род от запорожских казаков, прапрадед был полковым ясаулом черноморских войск, дослужился до дворянства. Но Маяковские никогда не были в числе богатых дворян. Мама в девичестве Павленко родом из кубанских казаков, украинка. Так сложилось, что и у отца, и у матери в роду были люди, служили. И дед по линии отца попадает на военную службу в Грузию, по материнской линии в Армению. Знакомятся родители, когда Владимир Константинович Маяковский приезжает служить в Армению, в Риванскую губернию, помощником лесника. Александре Алексеевне было 16 лет, когда она вышла за него замуж. И чуть позже муж получает назначение в багдадское лесничество, и они перебираются в село Багдаде, где чуть позднее на свет и появляется Владимир Маяковский. Интересно, что дом, в котором родился Маяковский, сохранился до наших дней. В 1940 году здесь был открыт музей Маяковского. И примечательно то, что директорами музея традиционно становятся представители семьи Кучухидзе, которые, собственно говоря, издавали этот дом Маяковского арендума. Маяковский родился 7 июля по старому стилю, это 19 июля по-новому. И случилось это в день рождения его отца. И именно поэтому в честь отца его и назвали Владимиром. Владимир Владимирович Маяковский. Детство Маяковского было довольно счастливым. У него было еще две старших сестры. В семье Маяковских были еще мальчики, но они умерли еще в совсем маленьком возрасте. Один из сыновей не прожил и двух месяцев, а еще один он дожил до трех лет и умер от скарлатины. Владимир был ребенком желанным, любимым. Здесь на фотографии он со старшей сестрой Ольгой, с которой у них разница была всего в три года. И именно с Ольгой он был наиболее близок и по темпераменту, и по возрасту. Она была его товарищем по играм, присматривала за младшим братом. И когда пришло время поступать в гимназию, и Ольга уехала жить в закрытое заведение в Тифлисе, Владимир по ней очень скучал. Я вам сейчас покажу еще одну семейную фотографию периода пребывания Маяковских в Грузии. Вот здесь Володя вместе с отцом, с матерью и старшими сестрами. Александра Алексеевна берет сына и переезжает с ним в Кутаисе. Дело в том, что в Багдаде, где они жили, они были единственной русской семьей. Там невозможно было найти учителя для подготовки Володи в гимназию. Вообще даже поговорить на русском особо было не с кем. Туда же из Тифлиса в кутаисскую женскую гимназию переводят сестру Ольгу. Туда же приезжает и Людмила, которая к этому времени заканчивает 8-й педагогический класс гимназии и поступает на работу в местную городскую школу преподавательницей. В Багдаде остается один отец, который согласился на это добровольное одиночество, чтобы дать детям хорошее образование. Людмила Маяковская мечтает поступить в Москву, в Строгановское художественно-промышленное училище и начинает заниматься с местным художником по фамилии Краснуха, выпускником Петербургской академии художеств. Этому художнику она показывает работу своего младшего брата. Краснуха признает, что у Володи есть определенно талант к рисованию и разрешает Владимиру заниматься вместе со старшей сестрой без дополнительной платы. Ну и получается так, что Владимир Маяковский берет уроки у профессионального художника уже в Грузии в столь юном возрасте. Володя поступает, включаясь в классическую гимназию. В начале 20 века изучение греческого, латыни было уже необязательным, и те гимназии, которые оставили это в своих программах, назывались классическими. Сначала Володя учится хорошо, но мертвые языки ему не интересны, и постепенно оценки по предметам начинают у него съезжать вниз. От учебы его отвлекают еще и революционные какие-то события, которые в 1904-1905 годах затронули в том числе и Грузию. Маяковский вместе с одноклассниками бегает на митинги, демонстрации. Летом какую-то нелегальную политическую литературу привозят на каникулах его старшая сестра из Москвы, в том числе и в стихах. И Маяковский говорит, что с тех пор революции и стихи слились в его сознании воедино. Сейчас я вам покажу еще одну фотографию грузинского периода. Перед нами фотография, сделанная в августе 1905 года, на которой вся семья Маяковских еще в сборе. Потом Людмила уедет учиться в Москву. Отец Владимира поедет в лесничество продолжать свою службу. И спустя некоторое время случится несчастье. Значе все началось со счастливых известий. Дело в том, что Владимиру Константиновичу наконец-то дали назначение в кутаиское лесничество. И вся семья уже ждала, что они воссоединятся под одной крышей. Он начал готовить бумаги для передачи дел. Сшивал бумаги, укололся иглою. Не обратил от никакого внимания. Поехал на объезд. Палец начал нарывать. В медицинском пункте гнойник ему вскрыли. Но занесли какую-то инфекцию. И в итоге человек, который практически всю жизнь ничем не болел, крепкого телосложения, разгорел буквально за несколько дней. Это было огромное потрясение для всей семьи. Во-первых, они и любили отца. Во-вторых, это был единственный кормилец семьи. Было непонятно, как жить дальше. Потому что у него на всю жизнь выработалась фобия. Он боялся всяческих возражений, бактерий. Он всю жизнь носил с собой маленькую мыльницу. Постоянно мыл руки с мылом. Смерть отца настолько потрясла Володю, что у него на всю жизнь выработалась фобия. Он боялся всевозможных бактерий. Носил с собой маленькую карманную мыльницу. Очень часто мыл руки. Даже малейшие порезы поливал одеколоном. У него был носовой платок, с помощью которого он даже иногда открывал двери, оборачивая им дверные ручки. Из Москвы приезжает старшая сестра Людмила. Она не успевает на похороны отца, потому что в Москве в это время была запастовка железнодорожников. И Людмила предлагает всей семье перебраться в Москву. На семейном совете решили так и сделать. Потому что в Москве все-таки для русской семьи было больше возможностей для того, чтобы детям потом впоследствии чего-то добиться в жизни. Сначала Маяковские поселяются на даче у знакомой Людмилы еще к Тифлисской гимназии. Переночевав, они едут в Москву. Людмила с подругой едут искать жилье, а Володя с Олей просто гулять по городу, изучать, исследовать город. Первую квартиру Маяковские сняли на территории Советерменной Пресни. Это было на углу Спиридоневского переулка и Большого Казихинского. Мы видим на черно-белой фотографии справа трехэтажный дом. И вот в этом доме на третьем этаже Маяковские сняли квартиру в три комнаты. Для них, конечно, все было очень непривычно. Они привыкли в Грузии к свободе, к простору. Здесь окна в окна. И мы даже здесь на фотографии можем видеть, что этот дом был очень темным. Потому что из-за близко стоящего пятиэтажного доходного дома даже днем солнце с трудом попадало в окна. И в комнатах было все время сумеречно. Тот дом, в котором Маяковские снимали свое первое московское жилье, к сожалению, до наших дней не сохранился. Если мы посмотрим на цветную фотографию, мы увидим тот же самый пятиэтажный доходник, что и на черно-белом снимке. Но двор уже пустой. А тот дом, в котором жили Маяковские, он был снесен в советское время. Первый год жизни в Москве для Маяковских выдался очень сложным. Отец не дослужил до полной пенсии буквально. Первый год пребывания в Москве для Маяковских было очень сложным. Владимир Константинович умер, не дослужив до полной пенсии всего какой-то год. Пенсия была назначена мизерная, в 10 рублей. Это, в общем-то, ни о чем для семьи из четырех человек. И первое, что делает Александра Алексеевна, она едет хлопотать о получении полной пенсии в Санкт-Петербург. В этих хлопотах ей помогает брат покойного мужа. Ей удается добиться того, чтобы назначили пенсию в 50 рублей. Это уже кое-что. И, кроме этого, еще назначается пособие для детей, для получения образования. И далее встает вопрос, где учить детей. Ольгу через знакомых пристраивают в частную женскую гимназию Ежовый. При поиске места учебы для Владимира учитывались несколько факторов. Первый – это сходство программ обучения. Как я уже говорила, в Кутаисе Володя учился в классической гимназии. Соответственно, здесь мы тоже подбирали классическую. Второе – гимназия должна была быть недорогой. И третье – недалеко от дома. В итоге остановили свой выбор на 5-й мужской классической гимназии, которая находилась в начале Поварской улицы. Здание это не сохранилось до наших дней. Оно было снесено в 50-е годы 20-го века, когда прокладывали проспект Калинина, который мы сейчас знаем как Новый Арбат. В этой же гимназии учились Борис Пастернак и его брат Александр. Причем Александр учился с Маяковским в одном классе. Учиться было сложно. Уровень и знаний даваемых, и требований были выше, чем в Кутаисе. Бунин писал в честь слов, что Маяковского в гимназии прозвали идиот Полифемович. Вообще его за рост могли прозвать и каланчо, и как угодно, но так это была классическая гимназия. Здесь изучали классическую греческую мифологию, литературу. То он получил прозвище Полифемович. Был такой циклоп большой, огромного роста. Полифем, он фигурирует и в Одиссеи. А вот идиотом его прозвали, скорее всего, за то, что он не всегда мог ответить на вопросы преподавателей. Причем это даже не было связано с умом. Это было отчасти связано с тем, что, во-первых, он терпеть не мог мертвые языки. И во время занятий он мог из-под парта вообще читать какую-то более интересную для него литературу, например, антидюринг. Для того, чтобы подтянуть Володю по математике, взяли репетит. Тара студента Московского университета, который оказался членом партии РСДРП. И на этих занятиях они говорили не только о математике. Кроме этого, Маяковский активно общался с друзьями старшей сестры Людмилы, со студентами, которые снабжали любознательного подростка литературой, политического характера и экономического. Закончился это тем, что в 1908 году Маяковский вступает в партию РСДРП, приходит к маме и просит ее забрать документы из гимназии. Он говорит следующее, что, возможно, аресты, и лучше он заберет документы сам, чем его оттуда выгонят с позором, без возможности поступить в какие-либо учебные заведения в дальнейшем. Маме ничего не остается делать. Она идет в гимназию, говорит о том, что у сына проблемы со здоровьем, что нет денег на учебу, забирает документы. 1 марта она забирает 1908 года документы, а 29 марта последовал первый арест. Арестовали Маяковского по делу о подпольной типографии. Эта типография находилась на территории современной Пресни, в Новочухнинском переулке. Сейчас это зоологическая улица, здание, это деревянное, естественно, не сохранилось. Сначала арестовали организатора типографии Трифонова и устроили в этом доме засаду. На следующий день сюда являются высоких удащавых юношев, длиннополом пальто, в папахе, с каким-то свертком, подмышкой. И в этом свертке оказывается нелегальная литература. Маяковского задерживают. И первичное дознание было произведено в Преснинском полицейском доме. Справа на фотографии мы видим здание Преснинского полицейского дома. А если присмотреться, то в глубине двора мы увидим еще одно двухэтажное сооружение. Здесь размещалась Преснинская пожарная часть. Дело в том, что до революции пожарные находились в выведении полицейских. Что самое интересное, эти здания сохранились до наших дней. Сохранилась некая преемственность. Там, где до революции располагалась пожарная часть, до сих пор находится пожарная часть. А в бывшем Преснинском полицейском доме в советские годы разместилось отделение милиции, а сейчас находится подразделение миграционной службы. В Преснинском полицейском доме Маяковский пробыл недолго. Его отправили для дальнейшего тазнания в Сущевскую полицейскую часть. На Владимира Маяковского в московском охранном отделении заводят учетную карточку, где его фотографируют в профиль, фаса и в полный рост в той одежде, в которой было произведено задержание. Маяковский выглядел старше своих лет, и он хотел оказаться старше своих лет, общаясь с друзьями своей старшей сестры, со студентами. Он всегда говорил, что ему 17, и в отделении в полицейском он тоже сказал, что ему 17 лет. И потом его маме пришлось доказывать, что на самом деле ее сыну 14. Она приносила документы, подтверждающие год его рождения. Они в полицейской части делали запросы в Грузию, чтобы подтвердить возраст, и даже проводили медицинское освидетельствование. В итоге Владимира Маяковского отпускают в связи с его несовершеннолетием на поруке родным и под надзор полиции. То есть Маяковский с этого дня находится под наблюдением, но это не останавливает его. Он продолжает заниматься революционной деятельностью подпольной, поэтому последовал позднее второй арест, но там против него ничего не было, его отпускают. А затем и третий. Вот о третьем мы с вами поговорим чуть подробнее. Маяковские в тех квартирах, где они жили, одну из комнат сдавали жильцам, чтобы хоть как-то дополнительно заработать. В основном это были их знакомые по Грузии, какие-то студенты, много они на этом не зарабатывали. Александра Алексеевна еще давала обеды, готовила еду. Одним из таких жильцов был Исидор Марчаце, знакомый Маяковским еще по Грузии. Революционер, подпольщик. Он отличился тем, что участвовал в одной из экспроприаций. По факту Марчаце с товарищами ограбили купеческое общество взаимного кредита. Они взяли 750 тысяч, купили на эти деньги оружие. Спустя какое-то время Марчаце задержали, сослали в Сибирь. Он оттуда бежал и вернулся к Маяковским. Какое-то время у них отсиделся, сделал себе новый паспорт, но и впоследствии периодически у них появлялся. И вот Марчаце организует побегка из Новинской женской тюрьмы женщины-серок. Тогда в тюрьме в Новинской ужесточились порядки. Они написали товарищам своим на волю, что хотят покончить жизнь самоубийством, сказали, подождите, мы что-нибудь придумаем. И Марчаце прикликает к этому делу все семейство Маяковских. Мама Владимира вместе с сестрами шьют гимназические платья, чтобы беглянкам было во что переодеться после побега. Володя с товарищами по партиями делает из простыней канат, смолит. А накануне побега он с вечера забирается на колокольню храма девяти мучеников кизических, который находился по соседству с Новинской тюрьмой. Интересно, что Новинская тюрьма находилась на территории бывшего Новинского монастыря, который был упразднен еще при Екатерине. Помещения, которые там остались, использовались под различные нужды. Вот в том числе и какое-то время там находилась и женская тюрьма. Это были их знакомые по Грузии, какие-то студенты, много они на этом не зарабатывали. Александра Алексеевна еще давала обеды, готовила еду. Одним из таких жильцов был Исидор Марчаце, знакомый Маяковским еще по Грузии. Революционер, подпольщик. Он отличился тем, что участвовал в одной из экспроприаций. По факту Марчаце с товарищами ограбили купеческое общество взаимного кредита. Они взяли 750 тысяч, купили на эти деньги оружие. Спустя какое-то время Марчаце задержали, сослали в Сибирь. Он оттуда бежал и вернулся к Маяковским. Какое-то время у них отсиделся, сделал себе новый паспорт, но и впоследствии периодически у них появлялся. И вот Марчаце организует побег из Новинской женской тюрьмы женщины-серок. Тогда в тюрьме в Новинской ужесточились порядки. Они написали товарищам своим на волю, что хотят покончить жизнь самоубийством. Сказали, подождите, мы что-нибудь придумаем. И Марчаце привлекает к этому делу все семейство Маяковских. Мама Владимира вместе с сестрами шьют гимнастические платья, чтобы беглянкам было во что переодеться после побега. Володя с товарищами по партиями делает из простеней канат, смолит. А накануне побега он с вечера забирается на колокольню храма девяти мучеников кизических, который находился по соседству с Новинской тюрьмой. Интересно, что Новинская тюрьма находилась на территории бывшего Новинского монастыря, который был упразднен еще при Екатерине. Помещения, которые там остались, использовались под различные нужды. Вот в том числе и какое-то время там находилась и женская тюрьма. Маяковский должен был с колокольней подать беглянкам сигнал о том, что все хорошо и безопасно, когда они будут уже во дворе тюрьмы. Побег прошел успешно. Это был самый массовый побег из женской тюрьмы за всю историю о России. Забежало 13 политкоторжанок. Из них в течение суток после побега полиции удалось удержать двоих. Их допросили с пристрастием. Они выдали Марчадзе. За Марчадзе, так же, как и за Маяковским, уже давно шла слежка. Поэтому полиция приходит в квартиру Маяковских, устраивает обыск. Володя дома не ночевал. Он всю ночь где-то гулял по бульварам, заходил в кафе. Он появляется на конспиративной квартире Марчадзе, где он жил вместе со своей женой. И там его и задерживают. Тоже достаточно любопытно. При нем были краски. И когда пристав составлял протокол, и спросили, кто он такой, он ответил в рифму. Владимир Маяковский пришел сюда по рисовальной части, но так как, по мнению пристава, виноват отчасти, то надо разорвать его на части. Но отшутиться на этот раз не удалось. Дело было серьезное. Да и Маяковский вел себя довольно-таки вызывающе. Его отправили в пасманную часть. Но он там постоянно колчал какие-то права. Его перекидывали с части в часть. Он был и в Мясницкой, и в Сущевской. Его избирали старосты. Надзиратели жаловались, что когда Маяковского вводят в клозет, его потом полчаса невозможно загнаться обратно в камеру. Он там прогуливается по коридору и требует, чтобы как старости ему открыли двери в камеры других заключенных. В итоге тюремное начальство не выдерживает. И Маяковский оказывается в Бутырской тюрьме, в одиночной камере. Причем за любое неповиновение ему грозил карцер. И тут выяснилось, что Маяковский может вынести много чего, кроме одного, кроме одиночества. Пребывание в одиночной камере наложило сильнейший отпечаток на его психику. Камера была за номером 103, и впоследствии Маяковский не любил вспоминать об этом периоде своей жизни, и всячески избегал числа 103. То есть, если ему доставался в гардеробе номерок 103, он просил его поменять. Он никогда не селился в гостинице в номере 103. В камере у него было время подумать о своей жизни, о том, чем он хочет заниматься впоследствии. У него появилось время на чтение художественной литературы, которую он пренебрежительно называл билетристикой, потому что до этого он читал в основном политическую, экономическую литературу. Мама обивала пороги в это время и московских инстанций, и ездила в Санкт-Петербург. Сам Маяковский писал прошение об освобождении, потому что улик на него, в общем-то, особо не было. В итоге его освобождают, опять-таки, как несовершеннолетнего. Эта фотография Владимира Маяковского была сделана через несколько месяцев после его освобождения. И здесь ему всего 16 лет. Он выходит из партии, сообщает своим товарищам по борьбе, что желает заниматься социалистическим искусством, а для этого нужно получить образование. Получение образования несовместимо с подпольной работой. Еще, будучи в тюрьме, он пробует писать стихи, но результат ему не нравится. Он решает, что, наверное, это не его дело. Хотя впоследствии он пытается разыскать эту тетрадку со стихами уже в 1925 году, но ничего в тюремных архивах не находит. Тетрадь была утеряна. Маяковский решает заняться живописью. Какое-то время он учился в Строгановском училище, но занятия ему не зашли, потому что у Строгановки декоративно-прикладное направление. Это не то, что интересовало Маяковского. Он собирается поступать в училище живописи вояне из отчества. Это одно из немногих заведений, которое могло взять его без свидетельства о благонадежности. Начинает заниматься на подготовительных курсах. Сначала художника Жуковского, но он быстро разочаровывался в этих занятиях. Он потом говорил сестре, что вместе с каким-то дамочком писал серебренькие сервизики. И позднее он работы этого периода просто сжег в печке, хотя и сестрам, и маме было очень жаль, потому что им как раз все эти вазочки, цветочки очень даже нравились. Маяковский идет заниматься в студию к художнику Келину, ученику Серову. Занимавшись несколько месяцев, пробует поступать в училище, но проваливает экзамены. Келин ему говорил, что Володя еще по уровню своих работ не дотягивает до поступления. Ну вот Маяковский сделал по-своему, решил, что попытка не пытка. И еще год он потом занимается в студии у Келина. Он приходит самым первым на занятия, уходит самым последним. И это упорство дало свои плоды. В 1911 году он поступает в училище, причем не в начале, а сразу во второй фигурный класс. И здесь уже начинается совершенно новый этап в его биографии. Вот здесь представлено пару работ, периода, когда он учился в училище живописи военнее изучества. Слева портрет Марчат, о котором я упоминала, справа портреты его старшей сестры Людмилы. Преподаватели говорили о том, что у Владимира Маяковского определенно есть способности к рисованию живописи. Почему же тогда Маяковский все-таки становится поэтом, а не художником? Во-первых, когда он приходит учиться в Московское училище живописи военнее изучества, хлопочет о присвоении академического статуса, делает акцент именно на академическую манеру живописи, а это Маяковскому совершенно не близко. Во-вторых, он, в общем-то, адекватно оценивает свои способности как художника и понимает, что художником с мировым именем ему вряд ли стать, ну а запросы у него, видимо, были у Гогу. И еще один момент, о котором потом говорил Бурлюк, что кропотливая работа живописца и темперамент Маяковского, они, в общем-то, несовместимы. Владимир Маяковский в училище знакомится с Давидом Бурлюком. Бурлюк старше его на 11 лет, он поступает сразу в натурный класс, потому что, в общем-то, к этому времени Бурлюк уже состоявшийся художник, у него были какие-то выставки, а училище ему нужно было только для получения корочки. Они находят какое-то совпадение во взглядах на жизнь, решают вместе делать новое искусство. Через полгода после знакомства Маяковский читает Бурлюку свои стихи, причем он говорит о том, что, ну, это мой товарищ один написал, а что ему Бурлюк говорит? До этого вы сами написали, да вы, батенька, гениальный поэт. И, в общем-то, именно благодаря Бурлюку, Маяковский и становится поэтом, потому что Бурлюк его, во-первых, поддерживает, он его все время хвалит, все время пинает, чтобы Маяковский писал, и помогает решать какие-то материальные проблемы. Он дает ему каждый день по 50 копеек, чтобы Маяковский не думал о том, где ему какой-то дополнительный заработок найти, а чтобы тот занимался своей творческой работой литературной. Бурлюк его знакомит с другими поэтами, с Каменским, с Хлебниковым, с Курченых. Вместе они впоследствии начинают выступать на эстраде, выступают со своими стихами, с лекциями, устраивают диспуты. Маяковский счет до знакомства с Бурлюком выглядел довольно экстравагантно. Здесь мы видим и бант, и пальто с широким воротником, и шляпу с широкими полями. Когда начинает выступать вместе с футуристами на эстраде, начинаются эксперименты со внешностью. Волосы то длинные, то короткие, а бант становится все больше, все ярче. На одной из фотографий мы видим взятый на прокат костюм, шляпу и трость. Маяковский производил впечатление на зрителей и своим внешним видом, и свободной манерой держаться, и своим голосом бархатным. На Пресне есть еще один дом, связанный с именем Владимира Маяковского и в котором он бывал. Эта особняка построил для собственного проживания архитектор Федор Осипович Шехтель, находится он на Большой Садовой. В том же году, когда Маяковский поступает в училище живописи вояне и изучества, в училище поступает сын Шехтеля Лев, там они знакомятся. И когда у Маяковского набирается некоторое количество стихотворений, достаточных для издания книжицы, именно в этом доме они ее и издают ручным способом. Здесь было все необходимое для этого оборудования. Рисунки книги рисовал Лев Шехтель и его друг Василий Чкрыгин. Книжка громко называлась «Я» с восклицательным знаком. В книге были иллюстрации. Например, вот был размещен такой портрет Маяковского. И здесь рядом я разместила фотографию, чтобы показать, как сам Маяковский выглядел в это время. Этот период его жизни связан с романтическим увлечением Верой Шехтель. Существуют две версии развития событий. Одна из версий сложен в его книге о Маяковском. Там говорится о том, что между ними действительно были романтические отношения, флирта, но не более чем. Родителям Верочки романтическое увлечение дочери абсолютно не нравилось. И даже не столько тем, что Маяковский был поэтом, сколько его поведением и то, что с его именем было связано уже довольно много скандалов, которые в том числе попадали в прессу. И чтобы хоть как-то отвлечь Верочку от ее романа, они отправили ее за границу. В 1914 году, с началом Первой мировой войны, она возвращается обратно. Какое-то время с Маяковским еще общается, но ей не нравилось его окружение. В частности, она терпеть не могла Бурлюка, и через какое-то время они расстаются. Есть другая версия. Я называю ее сплетней, потому что я пока не понимаю ее источников, откуда она вообще взялась изначально. Говорят о том, что якобы Верочка забеременела от Маяковского, и родители ее отправили за границу делать аборт. Я эту версию слышу часто, но я пока склоняюсь к версии Быкова. В 1913 году Маяковский переезжает в доходный дом, который принадлежал купцу Моисея Кочубе, на Большую Пресню. И именно этот дом попал в стихотворение Маяковского «Я и Наполеон». Я живу на Большой Пресне, 36-24. Место спокойненькое, тихонькое. На самом деле, это время было уже очень неспокойное. В 1914 году начинается Первая мировая война. Семья Маяковских воспринимает происходящее событие без уропатриотизма. Они помнят войну 1905 года. Тетя Маяковского работала тогда медсестрой в военном госпитале. Они помнят и поражение царских войск, и сколько было человеческих жертв. Но, тем не менее, Владимир Маяковский вызывается добровольцем пойти на фронт, потому что он считает, что для того, чтобы говорить о войне, нужно видеть ее собственными глазами. Хотя, в принципе, призыву он тогда не подлежал, потому что был единственным мужчиной в семье, единственным сыном. На войну его не берут в связи с отсутствием политической благонадежности, в связи с его подпольной деятельностью, арестами. Забегая вперед, скажу, что в 1915 году он все-таки получает повестку. Но тогда он же сам не хочет идти на войну. К этому времени он уже был знаком с Максимом Горьким. Горький читал его стихи, считал его талантливым поэтом. И он помог Владимиру Маяковскому устроиться в Петрограде в автомобильную школу чертежникам. В этом доме Маяковский прожил с 1913 по 1915 год. Снимали они на первом этаже четырехкомнатную квартиру. В одной комнате жила мама, в другой — сестры. В третьей — Володе, четвертую — они сдавали. Комната Володи выглядела вот так, как на этой фотографии. Она была узкая, длинная, с одним окном. В нее помещались узкая кровать, стол, пара стульев, фотошерка и мольберт. Потому что в это время Володя являлся студентом училища живописи вояне из отчества. Маяковский не живет постоянно в этой квартире. В этот период он то кастролирует за бурляком, то летом у кого-то на даче, то ночует у кого-то из своих новых знакомых. Поэтому, когда в 1915 году семья Маяковских собирается перебраться в доходный дом тоже на Большой Пресне, неподалеку, в более комфортный, удобный и дешевый, они спрашивают, нужна ли Володе комната. На что Володя отвечает, что комната ему не нужна. По возвращению в Москву в 1919 году Маяковский уже живет отдельно от своей семьи. Мама с сестрами перебираются в доходный дом, который был построен подворьем Михаила Архангельского женского монастыря на Большой Пресне, 44. И здесь Маяковские прожили уже без Володи до 1928 года. Этот дом вот так же сейчас сохранился. В 1928 году Людмила Маяковская получает квартиру как работница треугорной мануфактуры в Студенецком переулке в кооперативном доме. Маяковский помогал сестре, он сделал первый взнос в эту кооперативную квартиру, он помог с проведением телефона, бывал в этой квартире. Там сейчас мемориальный музей, я советую, если будете в Москве, его посетить. Там достаточно интересно и с точки зрения посмотреть, как устроена квартира в конструктивистском доме. И там сохранились личные вещи и обстановка его мамы, сестер, есть портреты, на которых изображен Владимир Маяковский, который дарили его сестре. И когда Людмила наконец-то обзавелась собственной квартирой в Москве, она из Грузии разыскала и перевезла часть мебели. Вот здесь на фотографии мы можем видеть стул с резной спинкой. Здесь не очень видно, но там гроздья винограда. И вот этот буфет был сделан по эскизам, нарисованным Владимиром Константиновичем, отцом Маяковского. Он был неплохой рисовальщик. И поэтому этот буфет особенно ценился в семье Маяковских, как память об отце. И я хочу немножечко рассказать о сестре Маяковского Людмиле. Она обычно находится в тени своего брата. Но это тоже выдающаяся женщина. Она пришла работать на треугольную мануфактуру по окончании Строгановки в 1910 году. И она была первой женщиной, которая возглавила подразделение на фабрике. Она руководила аэрографической лабораторией. Продолжила работать на фабрике и с приходом советской власти. В 1925 году Россия участвовала во всемирной выставке в Париже. Что любопытно, Маяковский вместе с художником Александром Родченко получили серебряную медаль за свои плакаты. А треугольная мануфактура с тканями, на которой были рисунки Людмилы Маяковской, также получили серебряную медаль. И уже после смерти Людмила Маяковская в 1980-е годы прошла выставка русских дизайнеров в Италии, где были представлены ткани с узорами Людмилы Маяковской, Джорджио Армани выделило именно ее работы. И когда в Америке составляли каталог «Женщина русского авангарда», Армани внес туда имя Людмилы Маяковской. И парадоксально, что она недолюбливала авангардистов, а в итоге сама попала в историю русского авангарда. На Большой Пресне 36 тоже находится музей, но он не является мемориальным. Эта фотография сделана со двора. На первом этаже окна квартиры Маяковских сейчас закрыты вот такими плакатами с фотографиями самого Владимира и место с ним связано. Этот музей посвящен периоду пребывания Маяковского в Америке. Его американской дочери Патрисии, она же Елена Владимировна Маяковская, она была в России, привезла какие-то свои личные вещи. И в этом музее представлены как вещи, привезенные дочерью из Америки, так и фотографии, связанные с американским периодом жизни. И мы все надеемся, что в ближайшее время, в этот юбилейный год, 130-летие со дня рождения Маяковского, все-таки после длительного ремонта откроется музей, который находится на Лубянке. О Маяковском можно говорить долго. На сегодня мы завершаем наш эфир. Я приглашаю вас читать Маяковского, читать о Маяковском. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok